У тебя нет денег? Всегда мечтал о спорткаре? Думал о шикарной яхте? И о крутом доме? Куча денег и опыта, много самых крутых тачек и полностью открытый тюнинг ты сможешь приобрести в моей группе по прокачке. Гостбуст GTA 5. Заходи и прокачивайся. Ссылка в описании. Приветствую всех выживших. С вами как всегда я, Гост, и мы продолжаем выживать в зомби-апокалипсисе в GTA 5. В прошлой серии, друзья, как вы помните, мы с вами отправились в здание ФСБ и отыскали достаточно интересные сведения. Во-первых, мы с вами обнаружили новый вид зомби, который намного выносливее, чем те зомби, к которым мы с вами уже привыкли. Зомби, которых мы с вами там обнаружили, были, скажем так, прочнее, и они убивались не с одной пули в голову, как убиваются эти зомби. А требовали несколько выстрелов. Плюсом к этому, ребята, мы с вами обнаружили там каких-то секретных, что ли, военных, которые, по всей видимости, пытались найти секретные документы, которые мы с вами также, ребята, отыскали. И, в общем-то, сейчас мы занимаемся расшифровкой этих документов. Пока что, ребята, никаких сведений у меня не имеется. Но, в целом, могу сказать, что перспективы достаточно хорошие. Есть небольшая проблема, к зомби становится все больше. Как вы видите, теперь они подходят к нашей базе снова. Я тут проводил глобальную зачистку совсем недавно в прошлых роликах, и зомби вроде как было намного меньше. Но сейчас, блин, они снова начинают подходить, даже несмотря на то, что у нас здесь с вами стоят палатки. Мне это не сильно нравится. Но, в целом, ребята, думаю, что ничего плохого не будет. Думаю, отстреляемся. Если что, укрепим базу, и все будет отлично. Ну и, в общем, ребят, в самом начале этого ролика, как всегда, хотел напомнить вам, в общем-то, о том, что ролики по зомби-апокалипсу выходят благодаря вашим лайкам. Вот смотрите, ребята, прямо сейчас ставьте лайк под этим роликом, и если наберется 7 тысяч, то я уже в скором времени запишу новую серию. Эта серия выходила так долго, потому что я ждал, пока наберется 7 тысяч лайков. Как только они набрались, я записал по обещанию эту серию. Поэтому, ребята, если хотите поскорее новую серию, то прямо сейчас давайте в течение 5 секунд ставьте лайкос, и мы с вами продолжим выживать в зомби-апокалипсисе. Давайте, ребята, 5 секунд, а я засекаю время. Раз, два, три, четыре и пять. Ну что ж, я надеюсь, что все успели, ну а кто не успел, я даю вам еще 5 секунд. Ну что ж, в общем-то, сегодня, друзья, мы с вами отправимся в одно очень интересное место. А это место, ребята, военная база. Да, я там еще, скажем так, давненько не был, но я уже как бы на нее приезжал, но в целом всю военную базу у меня просмотреть не получилось. Зачем же мы сегодня с вами туда поедем? Есть несколько причин. Во-первых, я хочу посмотреть, как там вообще обстановка в целом. То есть, быть может, там вообще обознавались бандиты, или быть может, там есть, опять же, какие-то новые зомби. Вся эта информация мне очень важна. Плюсом к этому, друзья, я хочу отыскать там новый транспорт. Этот транспорт, на котором мы с вами ездим, в принципе, хорош, но мне нужен новый, более, скажем так, прочный, более сильный, и желательно с военным вооружением. Я хочу поставить себе на машину несколько пулеметов. Я знаю одну машину, которая может у нас в сумме быть на военной базе, ей бы я и воспользовался. Она, в принципе, очень легко тюнется, не требует много на это затрат, и на нее можно расположить два очень крутых пулемета, один из которых будет даже гранатометом. То есть, машина будет реально офигенская, самая то для выживания в зомби-апокалипсисе. И, в общем-то, сегодня в первую очередь я еду, конечно же, за этой тачкой, потому что хочу ее там отыскать. А она должна там, конечно же, быть, как и другая военная техника. Ладно, ребята, в общем-то, потихонечку отправляемся. Зомби сегодня вроде как не очень много, хотя, в принципе, еду по таким местам, где зомбарейтов, в принципе, не должно быть в большом количестве. В целом-то, они все у нас трутся где-нибудь в центре города. Но, видите, тут по мелочи ходят. Вон, два зомби. Там еще он маленько у нас. Ух! Твою мать! Так, спокойно, спокойно, спокойно. Офигеть! Ну да, тут они в небольшом количестве. Помните, какие тучи зомби мы с вами обнаруживали вообще, в принципе, в центре города? Это была полная какая-то жизнь. Сейчас такого в целом я не замечаю. Меня это, скажем так, очень сильно радует. До базы ехать недолго, поэтому давайте, ребята, будем отправляться и посмотрим, что на базе мы с вами сможем обнаружить. Отлично, ребята, добираемся потихонечку до военной базы. Сегодня у нас стоит очень густой туман, как вы видите. В целом, скажем так, осмотр не очень хороший. То есть, все скрывает огромная пелена туманы. Думаю, что на военной базе сегодня будет достаточно интересно. Во-первых, зомби там должно быть, наверное, очень много, как я полагаю. Ну и в целом, на военной базе, как вы понимаете, небезопасно, потому что военные там будут, конечно же, зомбированы все. И, скажем так, они будут намного прочнее, чем обычные зомби. Так, я, ребята, походу подъехал к аэродропу. Сейчас нужно действовать очень аккуратно, потому что аэродропы сбросили рядом с военной базой. Это, во-первых, и опасно в плане того, что много зомби. А, во-вторых, тут будут люди, на которых мне будет желательно не нарваться. Сейчас я их быстренько вот с горы всех сниму. Так, он первый стоит. Отлично. Так, давай его. Вот так, хорошо. Так, вот этого тоже снимаем. Вот так, отлично. Отлично. Так, и еще где один? Еще одного не вижу. А, все, ребят, всех убили. Шикардос. Но это была легкая, скажем так, задача для меня тем более. Очень много оружия у них, кстати. Шикардос, шикардос. Их оправлять не буду, потому что зомби уже идут. Ой, сколько там прет с военной базой. Это, конечно, просто жесть какая-то. Так, что в итоге подняли? РПГ подняли! Вот это очень круто. А вот это просто шикарно. Так, подняли золотой револьвер. Вау! Вот это чисто пафос, короче. Это просто для понта я себе поднял. Хотя, в принципе, думаю, его можно будет продать подороже. На черном рынке, думаю, будет очень хорошо стоить. Найти бы еще такой, как говорится. Так, плюсом к этому подняли пулемет. Офигенно. Так, подняли калаш. Хороший калаш подняли. И подняли одну снайперскую винтовку. Так, ладно, садимся, короче, в тачку, ребята. И пора уже заезжать на военную базу. Потому что зомби здесь уже начинают потихонечку меня поджимать. Сейчас они отвлекутся на трупы. Да, вон свет их поедают. А мы с вами тем временем возьмем просто и заедем уже непосредственно на саму территорию военной базы. Думаю, что здесь, ребята, обнаружим что-нибудь очень привлекательное. Машину пришлось оставить за территорией военной базы, потому что здесь кататься не очень удобно. Машину пришлось оставить за территорией военной базы, потому что ворота не работают. Пришлось перелазить через забор. И теперь будем передвигаться на своих двоих, как говорится. Да, ребят, зомби здесь много. Причем я вижу у нас здесь еще и обычные гражданские зомби. Так, нет, я опять собак, по-моему, слышу. В прошлом ролике мы с вами навидались зомбированных собак, горящих, которые, во-первых, почти не убиваемые, а во-вторых, они еще были им, ну, горящие в целом. То есть они просто меня брали и поджигали. Не очень приятно было. Так, ладно, придется всех этих зомби раскидывать. Мне интересно, у меня коктейль молотого-то есть. Не взял, походу, коктейль молотого. Ладно, патронов много в целом. Можно даже пострелять, я бы сказал, вот так маленько потренировать свой скилл. Конечно, все патроны я на это дело тратить не буду. Давайте вот так вот спустимся и будем пробегать в более интересующие нас части. Зомбарей, в принципе, столько я здесь и предполагал увидеть, потому что на военную базу лезут не только военные, которые здесь первоначально были и заразились здесь, но еще и новые люди, зачастую это бандосики. Так, ну ладно, ребят, заходим вот сюда. Интересное место. Это у нас сама военная база, то есть это у нас главное здание. Здесь можно сейчас будет подняться повыше и попробовать проникнуть в кабину, командира или как там, ну в общем диспетчерскую вышку. Насколько я знаю, там у нас может находиться очень хорошее оружие. Сейчас мы, ребята, сами попробуем его подобрать, если он там, конечно же, у нас появился. В принципе, я давно здесь был. Наверное, должно уже было это оружие здесь, ребята, появиться. В целом посмотрим. Зомби в центре, кстати, очень много по военной базе гуляет. Я первоначально не заметил, но здесь их реально очень-очень много. В принципе, я думал поискать здесь лётную технику, но посмотрите на этот рассадник. Я даже думаю теперь, что нам сюда забегать с вами не стоит. Так, э-э-э, падай ты чё, блин? Я как промазать-то мог? Получай! Так, убиваем, всё, хорошо. Так, ребят, пора отсюда сваливать. В общем-то, показал, что там происходит. Лучше туда вообще не высовываться, потому что... Ой-ой-ой, там полный капец, этот капец начинает потихоньку ко мне двигаться. Так, давай, короче, возьмём руки дробовичок. Патронов становится всё меньше и меньше, кстати. К сожалению, приходится отстреливаться от большого наплыва зомбарей. Но в целом, думаю, должно хватить. Вот так вот, если двоих буду одним выстрелом прибивать, то это будет просто офигенски круто. Пробегаем, короче, просто, ребят, через толпу. Нам нужно с вами отправляться к жилым комплексам. Поищу там, потому что в ангарах смысла смотреть нету. Зомби здесь у нас в огромное количество, это первое. Второе, как вы, наверное, уже могли подумать, сюда, конечно же, помимо меня, приезжали бандосы, которые наверняка, блин, тоже занимались поиском машин, наверное, транспорта какого-нибудь. Но думаю, в первую очередь, что... Давай попробуем попасть. Транспорта какого-нибудь типа самолётов и вертолётов. Потому что воздушный транспорт здесь ценится больше всего, потому что именно на нём можно отсюда наверняка улететь, если отыскать нужное количество бензина. Ну, то есть топливо для самолётов или вертолётов. У меня такого топлива нет, но где находится лётная техника, ребят, я знаю, кстати, одно местечко, где мы с вами можем поискать, она там в прошлый раз была, и я её запоминал. Там мы с вами, короче, ребят, её и поищем. Если нам понадобится лётная техника, но тогда нужно отыскать топливо. У нас его, как я уже, ребят, объяснил, нету. Здесь, я думаю, уже всё разворовали, то есть в плане самолётов, вертолётов и прочего, потому что такая техника, ребят, долго не застаивает. Но нам нужно перебираться вот на ту сторону, потому что там уже двух комплексов, я хочу сейчас поискать, быть, может, зомби там будет поменьше. Возможно, там мы с вами и обнаружим ту машину, которая нам сегодня с вами и нужна. Мне, короче, пришлось закрафтить коктейль Молотова, потому что здесь у нас творится какой-то полный капец. Зомби рядом с жилыми участками ещё больше, чем я даже и думал. Я думаю, что сейчас придётся очень аккуратно пробираться. Они со всех сторон, и за забором, и перед забором. О, вот, кстати, тачка, которую, ребята, я искал. Хорошо. Так, тачку мы обнаружили. Бензин в ней, наверное, должен быть ещё. Есть пулемёты, кстати, пулемёты стоят. Хорошо. Я бы сказал, даже шикарно спереди. Чё у нас обычный пулемёт? Ладно, я понял. Можно будет затюнить, если чё. Так, зомби сейчас маленько отобьём. Машинку бы желательно вообще не портить, перед тем, как мы с вами ей будем пользоваться. Так, а вот туда... А вот туда тачка едет. Хорошо. А вот туда, ребята, мы с вами вот так сейчас сделаем. И кинем просто коктейль Молотова к этим тварям. Так, давай аккуратненько. Оу, нифига себе! А ну-ка, стой, дай-ка посмотрю. Дай-ка посмотрю. Она не тюненная, очень хорошо. Так зомби убивают, ты посмотри, просто сбивает их. Так, давай-ка их вот так вот. Оп-оп, хорошо, хорошо. Вау, блин! Это настоящий внедорожник, ребятам. Настоящий внедорожник зомби-апокалипсиса. Если вы выживаете тоже, как и я, ищите, блин, эту тачку. Она просто шикарная. Наверное, самая крутая тачка для зомби-апокалипсиса, которая только может быть. И пулемёты, и запаска лежит, посмотрите. Всё имеется, всё, что нужно, ребята, здесь есть. Даже трос спереди есть уже в комплекте, который мы можем, если что, воспользоваться. А ладно, ребят, самое время, короче, сваливать обратно на базу к себе и там заниматься тюнингом. У нас, ребята, сегодня с вами, короче, такая более расслабляющая серия. Честно говоря, давненько такого не было. В последней серии вообще у нас был какой-то полный эпик. Сегодня я рад, что я могу более-менее расслабиться и заняться, наконец-таки, сбором машины, на которой я буду передвигаться всё последнее своё время. Причём эту тачку можно реально хорошо заделать и на ней кататься. Пулемёт здесь, кстати, стоит очень классный, но я его поменяю. Я сегодня минигана обнаружил, как вы видели. Его мы с вами и поставим. Но, думаю, поставим спереди. Сзади у меня есть один планчик очень хороший, который я бы хотел осуществить. Я думаю, вам это тоже больше понравится. Поэтому попробуем внедрить ту штуку, которая мне очень симпатизирует. Так, вот теперь нужно аккуратно. Спереди дофига зомбарей. Давайте просто прожить к военной базе, короче. Тянуть не будем. Я просто её сейчас затюню, ребят. И покажу, что у нас с вами в итоге вышло. Короче, ребята, спустя огромнейшее количество времени вот что у меня получилось скрафтить. Я уже истратил, блин, всю воду. У меня последняя бутылка осталась. И мясо всё истратил, пока я всё это дело делал. Но вот в итоге, что у нас вышло. Просто самая настоящая конфетка. Посмотрите, как я её затюнил. Я сделал вот такие вот сеточки по бокам. Очень классная штука, чтобы зомби не просовывали руки в кабину. Плюсом к этому, ребята, она у нас открытая. Очень удобно. Если что, можно из тачки сбежать в случае чего. Сзади я поставил гранатомёт. Бульдог тот же самый стреляет взрывными бомбочками. Спереди у нас стоит тот самый миниган, который мы с вами и обнаружили. Плюсом к этому, ребята, внутри машина тоже очень удобная. Посмотрите, у нас имеется очень такой хороший салон. Я бы сказал, имеется рация. Сзади у нас с вами всё, скажем так, тоже неплохо. У меня там лежит лопатка, если что, на случай какой-то аварии. И плюсом к этому лежат ящики с припасами, патронами и прочим. Если что, сюда тоже ещё можно что-нибудь сложить в небольшом количестве. Спереди тоже лопатка, топорик на случай какой-нибудь аварии. И, конечно же, ребята, тот самый шнур, который можно вот так вот вытянуть. Вот так шик-шик-шик-шик и подцепиться к какой-нибудь другой тачке, если что, эту эвакуировать. Короче, получилась шикарная машина. Очень прочная. Мы испытаем её с вами уже в следующей серии. Хотя, признаюсь, я её уже маленько испытал. Поэтому зомби здесь рядом с нами нету. Сразу же вас, ребята, предупреждаю. Эту тачку я уже сохранил. Давайте сохраню ещё раз на ваших глазах, чтобы вы были спокойны вот так вот. Отлично. Ну и всё. В следующей серии, ребята, мы с вами на эту тачку и поглазеем. Я надеюсь, что ролик вам понравился. Надеюсь, ребята, что вы поставили лайки. Ну и, конечно же, подписались на мой канал. Ну а с вами был я, Жека Гост. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok